так ну поехали сейчас я быстро гляну нет ли тут новичков 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 Александр Алексеевич привет куда же без вас вы самый верный надежный друг вот главный редактор у меня ваши журналы лежат красивее в жизни ничего не встречал какие журналы сказки вот и там мои статьи с такими фотографиями мне даже стыдно было там такие яркие фотографии вот это вам спасибо так ладно это я чтоб ясно было Александр Алексеевич серебрик главный редактор журнала главный редактор журнала главный редактор журнала вестник садовода так идем дальше ну-ка еще кто тут новички есть есть мало таковы больше так ладно давайте приветствоваться Данила привет Александр здравствуйте расскажите чем отличается ё-ба-ё только сейчас рассказал Персик Хасанский от Персик Хасанский есть и в двух словах Персик Хасанский сразу добыв веточку с одного сада замерзшего дерева одну единственную живую веточку размножил сейчас он в сотнях садов это моя главная заслуга за это я должен хотя бы как раз все время получить потому что из этих сотен должны получиться миллионы вы знаете что такое то что называется прогресс этическая геометрическая вот это и есть вот поэтому его судьба разрешена в средней полосе России он может жить в кровной форме Персик Хасанский а Белевсинский еще раз может быть он тоже Хасанский потому что меня вначале он вызывал не доверие а как вот он привозит ко мне этот Этимов Александрович и дарит мне двадцать сердцев вот с чего он взял привез как будто чувствовал как будто там с неба кто-то ему сказал визии железов так следующий год а он укрывал получал хорошее урожае и укрытый сад его персик погиб он потом приехал и говорит погиб а сеянца он привез мне в подарок вот и они с тех пор до сих пор не привиты но потомство от них уже прививается и косточки от него тоже разошлись по стране уровень уровень примерно одинаковый но разница только в том что там этот я начал с прививок а здесь я начал с сеянца чужих но они стали как его назвать ну назвал бедусинский человек бедусинский так виноградов здравия алексей еще бы свежие фотографии это же ваши вот эти были академики вот такого размера фотографии вы присылали правильно Железов Юрий всем здравствуйте Шевелева здравствуйте Арсенов Арсенов значит спасибо за подарки очень кстати по-моему два раза по-моему за счет ваших денег можно было смотировать два-три фильмы вот так так что ваши деньги все недели спасибо зато я знаю что теперь рядом с братом Юрием есть такой человек который когда-то забили за самбо их Лабасов добрый вечер морозный вечер морозный у меня уже несколько дней минус два минус пять я уже стыдиться начинаю так Жамалдинов ну Жамалдинов Николаев он вообще не подражаемый Александр подражение телефонного разговора сварок имеют родители усурий о он был молодец раскрыли тему родителей усурийскую грушу и западноевропейский сорт беря боск не могу запомнить и все вот вот заберя Александр на том числе российский император уж очень пришлось ему подошли французские груши даже уже не хуже сорт и а сорт сорт при съеме абсолютно несъедомлен сварок поздневеки хотя что интересно психоходовка несмотря на выдающие свойства немостойка длительность сохранность плодов высокое накопление сахара ученые выкинуты из рессионных программ того что что должны быть причины я одну причину знаю она может быть главной до сих пор что неправильно растут эти плоды неправильные всего не плоды а кровь искалечена потом удивляется что может как прекратить работать с ней выкинуты я дружил недолго потому что потом оказалось что за глаза директора ДОО из ГСО солидная дамы кандидата не это не Байкова нет Байкова с Урала и вот она значит это потом она за глаза что проходили а когда в глаза она говорит вы знаете как там тяжело в этих науке работать как там тяжело мы берем сотни на испытания мы их садим и каждый день мы пишем ведем таблицы вы видите представить а вы никогда не пробовали в прошлогодний съех сохранить как вот вот и от это все шло вот эти стопы 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 все прекрасно наконец сориентировано наконец выдано в так называемое средство потом одновременно называют я железов еще раз это не шутки то что я говорю это должно специально изучаться и приниматься меры к немедленному прекращению этого этого изумерства я железов трижды изучал потому что тогда они были на ходу так называемые небольшие вот такие вот брошюры вот и каждая из них была издана называть не буду два помню третий нет вот было издана в горстах участках то есть руководитель обязан был взять и выпустить эту же брошюру тысячи я заметил всегда обязательно тысячи экземпляров вот это как бы считалось часть их работы возможно подготовка к степени кандидата к степени доктора но должно было быть вот все ребята я пошел извините еще минутку ну что делать вот подачастом коррекция подачаст 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 . А мне сейчас радости говорят молодик доктор ты напишись в гору господи как я ненавижу современную ведь на этом свете случайно спасибо медицине не благодаря ей, а вопреки ей случайно жив остался я уже 33 года как не должно быть на этом свете ладно, поэтому я терпеть ненавижу советы вот эти иди к докторам поэтому потерпеть лучше, ладно итак сейчас попробую восстановить о чем я говорю вот а, вспомнил итак, во всех трех под копирку были одни и те же видимо, зачем было заборачиваться одни и те же фотографии вот был обязательно раздел под названием обрезка ну и там все, что мы с вами сто раз и показывали часть сливков была как раз таких, а не обязательно с этих они же брали так же где-то учебник был в 20-е годы прошлого столетия и пошло-пошло в части даже из этого из толыпинских книг пытались научить этих самых что деревья неправильные уже христиан которые переселяли в Сибирь в Казахстан уже тогда что деревья неправильные и с тех пор и до сих пор я думаю, а как же так ведь раз ты нарисовал дерево на котором десятки ран значит ты точно так же у себя брал опытные образцы ты растил новый шорт вот, например Тихоновку вот, видите, Тихоновку вырастил, растил, растил и вырастил мертвое дерево а то, что дерево попутно было искалечено ведь ты же учишь тысячи экземпляров и ты научишь других правильно? то, что деревья калечит значит, ты сам калечил у тебя, значит там попутно полем росли искалечены деревья вот а потом бах куда Тихоновка делаешь а может ее ведь Тихоновка раз это груша у него такие охранные груши они настолько неправильные с точки зрения науки где один ученый не догадался что это их генетическая форма генетическая ее нельзя вот так вот тем более пролежать тогда вода потечет по стволу и все изгнивает вот я так это это моя реакция на вашу Тихоновку точно так же исчезла когда-то это ура 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 вот абрикос Вологодский где он абрикос Вологодский ура 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 где эти знаменитые сорта Байкалова а? я уже сколько вопрос задавал один раз был такой ответ а вот вот же они вы же видите питомник такой садится продает значит врачи влезу в питомник садится продает а сада нет где кто сегодня сохраняет сорта того же это вот видите какой вот ваш Александр куда вы мне завели своим письмом Наталья здравствуйте косточки абрикосы можно попробуйте не заказать зачем тут перед вами расстилайся вот давайте заказывайте вы напишите мне сейчас самое удобное по ватсапу напишите Константинович пришлите кода катала по косточкам абрикосы я обычно катала и там же закончим и заказ будет и ответы будем все будет так Михаил привет Сергей Кузнецов здравия Алексей добрый вечер кто-то пробовал выращивать условия в Сибири фаргинскую хорбу ой знаете я так и так говорю я не выращивал я про такое не слышал а если знаете есть такие слова слободивность слободивность это вот помните выше я начал с чего по часам в начале вебинара были слова у нас пробовали выращивать абрикосы ни у кого не получилось целый регион без абрикосов а чем там хуже чем тут то же самое вот и получается что Вильгинскую может вам кто-то ответит Алексей я не против того что мы выращиваем в Сибири хорбу вдруг кто-то вырастил всем добра Елена вам тоже детали всем добрый вечер Валерка Валерка вы сказали что пора закладывать сертификацию кончики персиков и черешни да пора хочу спросить об аресе выживка его когда сертификацию не посадил не посадил его соседи побоялось мошенни я хочу посмотреть совпадают ли уроки уроки страти фика ци бан жур шкон орех у меня часто расходятся данные с тем которые официально не признаны наукой вот где-то быстро подойти самое лучшее это садить его под осень сейчас уже поздно осень заходите вот смотрите сертификация около 2 максимум 3 месяца вот ну я обычно за 2 месяца нет 2-3 пожалуйста совпадает у меня было гораздо хуже когда у меня вишня я почему полез сейчас в интернет я никогда не ссылаюсь на научные данные но был такой момент у меня вишня за 2 месяца сходила полез туда а там 5 я засомневался вот понимаете то есть получается видимо другое получается видимо и как я понял не разная трактовка а разные сорта у нас тогда может быть и 2 и 5 так возвращаемся где вы были возвращаемся где вы были опа попробую теперь попасть сюда где вы были вот он вебинар значит так я тогда пусть будет 2-3 месяца я больше за 2 так хочу спросить а а больше я не знаю я не видел что вы больше играете ли вы жесткие орехи это это такая броня вот ну если сейчас закажете все нормально будет вот еще последние недели я может быть 2-3 недели я еще держусь а потом я их тоже буду в песок все закажете сухие вышли через 2-3 недели уже в песке ну а там как повезет бальзам живицы использовал один раз полностью твердеет дерево растет и играет и играет от влажности через 3 недели она полностью отлетает я ничего не удивлюсь ведь это же бальзам это не обязательно то самое которое вы с дерева сдираете один год мы пытались заработать мы сдирали все этих следственников у них были страшные раны и очень много потеков вот этих и мы хотели подработать и мы ходили с этим самым сдирали набивали рюкзаки и сдавали это было но это совсем другое бальзам я не верю в это живицы так же надо сэкономить так понимаете Владислав здравствуйте вопрос согласен с тем что очень другое от снег от абрикосов пока земля не померзнет в месяц корнями многие говорят что абрикосовы подволь плохо засыпают из-за этого помогают качать воду из-за земли и померзла вызывая коры на уровень снега что и другое от снега пока землю не проморозит в нас некоторые годы сэкономить поклон достигает 8 сантиметров а очень часто бывают перепады я вам так скажу вы начинаете с того что у вас как у меня 10-20 сантиметров я делаю холмы а фотографию покажу и у меня вопрос вы приводите в принципе представьте себе холм 20 сантиметров и снега 20 сантиметров у вас 8 сантиметров у вас как минимум пол как минимум полметра так тогда уже если учитывать что у вас получается вот именно сам холм настолько суше чем сама почва на которой холм стоит настолько суше что вопрос отпадает сам по себе то есть холм основа всего тяжело бывает в очереди я ничего не делаю ну я там показывал в последний фильм я показывал яга мало и у меня прогревает а ваша головная боль заключается в том что вот допустим вот сейчас выпал снег а через две недели взял и не растаял и пока он таял прели это самое основание штаба прело это говорит о том что да есть проблема да хорошо выпал как вы сказали откинуть землю проморозить тут положено там где 8 сантиметров а это место не для абрикосов все 8 сантиметров не для абрикосов хотите их иметь берите лопату так Шевелева Татьяна Хазахстан и Новосибирск и много разный земной намного дневнее чем в Хазахстане это власти что ли ну знаете в Хазахстане есть места что это что Новосибирск отдыхает знаете что такое брады полустанок у этого у Чигеса от Батова вот как раз попробуйте там вырастить обрихоз так что либо травмы вот в Казахстане бывает гораздо хуже чем у вас Новосибирске Новосибирск он разный это городская черта это розовый троп повезло с одной стороны ветер надувает разница составляет ну там 5-8 градусов чем та сторона где худоветер дует то есть заканчивается высотой дома начинается одноэтажный Новосибирск и ничего Африка я так вот так у какого подостану эти гранаты растут а у нас гранаты только на счет Астаны я бы не сказал Астана это все-таки ближе к северу если бы сказали в Албате я все поверил Астана это в степи я не знаю зачем там это это так знаете как затвердим застолбим с север Казахстана ух чтобы русские молчу молчу я на течении говорил так технологии врачи винограда я отработал сейчас занимаюсь абрикосом это Алексей Б пишет да сейчас занимаюсь абрикосом но водой за тебя шурму с хурмой ну что я скажу растет пока не цветет аземина эх для нас абрикосы экзотика что там говорить про хурму александр здесь есть вы нараторы будут ответы на вопросы в чате вопрос а где такие вопросы я вроде бы на все отвечаю я тут я сам себе режиссер александр 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 назад я делал эксперимент по размещению датчиков температур на поверхности дого мне один метр вот за один метр спасибо сейчас вы меня обрадуете так когда снег лег даже толщиной сантиметров десять температура на поверхности земли не опускалась ниже минус восемь а при толщине снега больше пятьдесят температура не опускалась ниже плюс один ух ты а на глубине ветра температура вообще не опускалась ниже пять это нормально но это в новосемье а тогда минимальная температура на улице не опускалась ниже сорока я вам что скажу у меня данное издание отрывочное да именно из Новосемьевской области поступил такое письмо то есть метр снега откопал это было после нового года откопала на уровне почвы стоит вода вода стоит то есть плюсовая температура уже под снегом уже так что ничего не удивляюсь может быть как-то что-то особенно для вас в Новосибирске может быть как-то половина не знаю я может быть как знаете как бывает почвопорсирование в Тарчеве есть такое название глиняная линза то есть считается что до воды 10 метров и вдруг какого-то несколько квадратных метров вдруг слой глины а выше глины несколько сантиметров еще всего-то несколько и получается вода не может пройти ниже тогда она остается сверху снег снег теплый снег не греет но сохраняет температура не дает ей опускаться вот и все вот так ВК отвечает на вопросы после вебинара а так вот это я и сейчас отвечаю так правда вообще Галина Блинова здравия с этого вы знаете я такой какой капюша никакой что-то понимаем с удовольствием капюша с удовольствием так это боргает 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 вы знаете у нас уже прошло всего полчаса а мы закончили разбор полетов вот я наверное чтобы заработать хоть копейку вот это мы будем подробно сдать а не так-то просто видите мне посоветую я советую оправд оправд ошибка мы еще будем долго долго разбираться и учиться и учиться и учиться а я еще знаете я хочу до какой-то рекламы зайти до какой-то интересная тема что-то показывал что-то нет вот волшебное средство видите вот и автор все талантливые люди мои друзья точка все друзья талантливые люди а вот он сегодня был продан еще один нож впервые продал нож для женщины это мужской женский более изящный вот и все хоть какая-то реклама и заработаем и покупаем 300 рублей 3500 цена станочка 300 вот и переселка смотря куда среди 300 все друзья давайте мы будем заканчивать дело в том что где мы там были сейчас ага вебинар Даша Митя наушниках нормальный звук пишет Алексей М а Юлия Мельникова а уже это такая Юлия Мельникова ооо это человек особый это нам расшивает эти самые саженцы ой а саженцы она очень не рассылал хоть бы один пожалуйста хоть бы один сказал что я саженцы халтон а давайте вам показать пока напишет я про них пока легче слова не скажу что 100% уроды 100% чем думает кто-то сказал чем выше сделаем тем это вы быстрее купят да быстрее но купят люди не образованные не грамотые а кто их научит что нету у них у этих деревьев штаба нету нету что вы творите а так так представляют людей и удовольствия из уродов а потом предложить я того здорово саженцы все больные как уже продавать саженцы на которых уже это плоды как уже продавать саженцы когда ни продавцы ни покупатели не знают что она вот так отрезать две трети это самое малое ты смотришь в руках опять я увлёкся возвращаемся на вебинар Юлия Мельникова что-то написала здравствуйте всем любителям садов спасибо Юлия ты молодец вот я считаю что таких бы Юлиев Мельникова побольше что тогда у нас и садов будет больше а посмотрите как 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 это собирать посыл эти шмотички если я положу авель так ну всё друзья мы закончили вот косточки за вами заказывайте сервиски заказывайте книги диски вот обязательно почему потому что у вас больше вариантов у них нет или вы с нами или вы даже не против нас или вы никто вы не садоводы извините извините за то что я так говорю вот сейчас творится следующее смотрите видите вот это вот вот это письмо садов садовцы садовцы которые это покупают по суду голландского происхождения в лучшем случае либо сабительного скорее всего с юга вот и хотя прошло 25 лет ничего не изменилось вот я тогда брал копировал и выставлял это 350 с лишним статей ну как я боролся как я боролся а это плевать на мои статьи и плевать что вот еще сто или даже тысячи человек переставить покупать березы-то остались вот а мне попросил эту подборку сделать садов прошло 25 лет это мне заболело хотя только начал вот это вот самое страшное письмо четверть века я с ними работаю вот ничего не меняется здесь почерк такой что я разобрать не могу сейчас кто-то может или отключаться он говорит так сердце болит только борода обычно раньше это журкописта я сказал софродов я сделаю подборку из того что было тут уж не скажешь что это я подделал да что это я однажды что это подделал читаю а за это время пока учился добирался опыта по разным причинам и времени у меня погибли хороший это ябл остался белый налив ну а дальше после груши прочее прочее это я придумал вот и за все эти годы ничего не изменилось четверть века я воевал в пустую воевал 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 что добился они же не просто вот эти самые голландские прочее они задушили государственные питомники и никто ни ухом ни рылом никто даже все два года назад у меня есть фотографии прошел съезд при том никого там ну прошел или вы сами перекупщики что молчите об этом или вы это так на виду собрались там между собой бакет страшная проблема как можно терпеть это все у вас тут миллионы сажутся это там Сергей он всегда свою тысячу продаст учитывая наш авторитет опять заболела давайте заканчиваем ну или еще вариант начинайте с косточек вот с оправдом попросил меня подготовить материал как начать с косточек и закончить косточками и иметь на 8400 купить косточек заработать на них 100 тысяч и еще останется на сад допустим из 50 из 100 то есть засаживается сразу там 10 соток арбаточный сад сразу а потом эти 100 тысяч на следующий год 200 тысяч потом 500 тысяч потом миллион это же настолько реально и не так и я же дам право дам право дам право это не малькова вот этого проходим я дам право называть их наоборот перчик железов абрикус железов вот старт образцы железов железов вот пожалуйста кто засомневается железов я скажу Иван Иванов Иванович мой ученик да берите у него если он не пожалел 8 тысяч на косточке значит это наш человек не обязательно 8 можно начинать с тысячи только на несколько лет продлить это развитие вот такой бы я этот рекламная пауза все друзья до свидания я с вами прощаюсь до следующего понедельника